Добрый день всем, кто к нам присоединился. Это новости на 24 КЗФ в студии Динара Саду и Виктория Антонишина. Япония рассматривает возможность максимального содействия в проведении выставки Экспо-2017. Об этом сегодня посол страны Масайоси Камахора говорил во время встречи с госсекретарем Казахстана в Акурде. Кушарабда Халыкова отметила, что Япония является важным стратегическим партнером Казахстана. Она высоко оценила деятельность совместной комиссии правительственного и частного секторов по экономическому сотрудничеству. За 2014 год товарооборот между двумя странами составил 1 миллиард 700 миллионов долларов. На встрече также обсуждались вопросы гендерного равенства. Также посол передал приглашение госсекретарю Казахстана от премьер-министра Японии Синзуабе на вторую семьюрную женскую конференцию, которая состоится в августе в Токио. Наш премьер-министр хочет, чтобы госсекретарь принял участие на этой конференции. По крайней мере, она обещала серьезно изучать возможности участвовать на этой конференции. Потому что мы согласились друг с другом, что инициатива Японии и Казахстана в этом вопросе очень важна для всего мира. В Казахстане хотят узаконить работу частных детективов. Сегодня в Можилисе парламента депутаты одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Документ разработали для того, чтобы создать правовую основу деятельности частных сыщиков. Между тем, у можилисменов было много вопросов к разработчикам. Депутаты считают, что полномочия таких специалистов слишком ограничены. Сыщики могут только проводить индивидуальные беседы, обращаться за получением информации к физическим и юридическим лицам и создавать общественное объединение. Фактически, этими правами обладает каждый казахстанец. Однако при этом граждане, в отличие от агентов, не несут административной и уголовной ответственности. Тот список прав, который там есть, его можно расширить. В частности, я, например, считаю, что почему бы не разрешить детективам вести видеосъемку, звукосъемку, запись, скажем, согласия самого человека, с кем он ведет беседу. Ну, представьте просто, вы живете своей частной жизнью. Кто-то начинает взламывать вашу переписку, сегодня это уже происходит, да? Кто-то начинает за вами ставить наблюдение, за вами следят, с кем вы встречаетесь, о чем говорите, записывают там, вплоть до того, что там в постели, в туалете у вас стоит видеокамера, чего хорошего. Тем более, если говорить про интересы предпринимателей. В Павлодаре на центральном мосту провалился асфальт. Обрушение дорожного покрытия вовремя заметили водители и вызвали полицейских, которые немедленно перекрыли движение. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специальная комиссия выясняет причины происшествия. Но нашему телеканалу сообщили предварительную версию случившегося. По предварительной причине это у нас дождевые воды, тавые воды производили подмыв основания под полотном асфальтным, из-за чего произошло обрушение асфальтного полотна. К слову, в прошлом году на данном путепроводе проводился капитальный ремонт на эти цели. Из бюджета Павлодара было выделено около 130 миллионов тенге. Однако, по словам заместителя Акима города, этот участок автодороги не ремонтировался. Средства были выделены только на реконструкцию моста. 150 миллионов тенге требуется на ремонт мостов, разрушенных паводками в Восточном Казахстане. Большой водой в регионе смыло три сооружения на трассах, соединяющих Усть-Каменогор, Салматы, Семеем и Рахмановскими ключами. На последнем участке из-за упавшего моста, отрезанными от внешнего мира, оказались семь поселков в Заряновском районе. Людям приходилось пересекать Абухтарминское водохранилище на пароме. Сейчас дорожники проложили объездные трассы, движение восстановлено. Временная переправа построена и близ села Привольное по дороге в Семе. Но определенные неудобства для населения остаются. Сейчас решается вопрос о выделении средств. У нас смыто водой три моста и две трубы. Мы сразу везде в пяти участках восстановили проезд. Теперь в дальнейшем в некоторых местах должны пройти по среднему ремонту два моста, ремонт и один мост, капитальный ремонт. Поэтому сейчас будут делаться проездные документации и выделятся деньги. И я думаю, в конце лета везде будут нормальные проезды. Теперь о том, что происходит в мире. По меньшей мере 47 человек погибли, еще 20 получили ранения. В Пакистане неизвестные на мотоциклах обстреляли пассажирский автобус. Состояние большинства пострадавших критическое. Место трагедии сейчас оцеплено. Полицейские допрашивают очевидцев. Мотивы преступления пока неизвестны. Сообщается, что пассажирский автобус перевозил мусульман-шиитов. Еще одна трагедия произошла в американском штате Пенсильвания. Там сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате 5 человек погибли, более 140 получили ранения. Инцидент произошел на железнодорожных путях города Филадельфия. Состав следовал из Нью-Йорка в Вашингтон. В момент аварии в поезде находились около 240 пассажиров. Сообщается, что с рельсов сошли 8 вагонов. Движение на участке приостановлено. Как заявили в Федеральном бюро расследований, версия теракта исключается. На месте крушения работают спасатели. Я и мои сотрудники были на путях там, где произошла авария. Это просто ужас. Никогда ничего подобного в своей жизни я не видел. И большинство моих служащих тоже. Тем временем обнаружен пропавший военный вертолет США. Его нашли неподалеку от столицы Непала. Как оказалось, экипаж помогал местному населению после повторных землетрясений. По данным представителей МВД Непала, воздушное судно заметили во время поисковой операции в районе Тамакоши. Напомню ранее, Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что потеряло связь с одним из своих вертолетов. До потери связи с судном поблизости находился другой вертолет, который сообщил, что у первого экипажа возникли проблемы с топливом. О судьбе экипажа пока ничего не известно. А в Северной Корее публично казнили министра обороны. По данным южнокорейских разведчиков, закопоставленного чиновника, расстреляли за то, что он заснул на официальном мероприятии с участием главы государства Ким Чен Ын. Сразу после инцидента главы оборонного ведомства сместили с должности и обвинили в измене. Казнь проходила на территории одного из военных училищ Киньяни. Хён Йен Чхоля, так звали генерала, расстреляли из зенитного пулемета на виду у сотен зрителей. Это 24 кизы, мы продолжаем. В столичном аэропорту сегодня случился переполох. Там была объявлена чрезвычайная ситуация. На борту международного рейса медики выявили человека с подозрением на лихорадку Эбола. Пассажир жаловался на высокую температуру и боли в мышцах и суставах. Это первые симптомы страшного недуга. В воздушную гавань срочно были вызваны все экстренные службы. Больного изолировали, затем его поместили в специальный бокс. После продезинфицировали салон самолета и весь багаж. К счастью, всё это лишь легенда внеплановых учений. И, по словам организаторов, к ним нужно быть готовыми, особенно в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в странах Западной Африки. С 20 августа, как в случае лихорадка, регистрировалась. Мы все рейсы встречаем тепловизором. Температурищих среди пассажиров выявляем, опрашиваем. За прошлый год, в 2014 году, выявили семеро больных с температурищих, но все они были неинфекционного характера. В этом году был в Алма-Ате, вы сами знаете, по лихорадке Эбола был подозрительный больной. Отмечу, что по данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 мая зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболевания лихорадкой Эбола. Очаг заражения расположен в таких странах, как Винея, Либерия, Сьер-Леоне. Отмечу, что от болезни скончалось почти 11 тысяч человек. В Западно-Казахстанской области, похоже, решили проблему с трехсменным обучением. За счет средств республиканского бюджета ведется строительство двух новых школ в поселках Зачаганск и Жангала. Из гос.казны также финансируется капитальный ремонт пяти объектов образования в рамках программы «Дорожная карта занятости». Кроме того, областной бюджет также участвует в ремонте пяти школ. На эти цели выделено 346 миллионов тимьям. Если в прошедшем году в аварийном состоянии находились шесть сельских школ, то в этом году эта проблема будет решена полностью. Для ликвидации аварийности в двух школах, это Бакюрдинский район, школа имени Тевермасина, и школа Новопавловка-Териктинского района, они уже капитально отрагментированы. Также сдано эксплуатацию новой школы на 48 мест поселок Сейссе, Чинглавского района. А три для ликвидации оставшихся трех школ, это в частности два школы в этом Жангалинском районе и одна школа в Териктинском районе. Сейчас там ведется строительство новых школ, каждый на 108 мест. Аграрный сектор в Акмолинской области считается основным, поэтому фермеры региона поддержали задачи, поставленные Национальной комиссией по модернизации. В частности, речь идет об использовании земель. Ученые аграрии надеются, что новые требования по соответствию стандартам, техническим условиям и показателям качества сыграют большую роль в дальнейшем развитии сельского хозяйства страны. В этой комиссии необходимо принять кардинальные решения для того, чтобы сохранить плодородие земель и их рациональное использование. Действительно, в настоящее время эта проблема стоит остро. Есть пустующие бросовые земли, падает плодородие земель, и это не может не волновать не только ученых, общественность, товаропроизводители, производители, ну и все население Казахстана. Я думаю, что будет в ближайшее время решаться эти проблемы. А в Южно-Казахстанской области планомерно переходят на технологии зеленой экономики. Год назад в Сайрамском районе успешно запустили солнечную электростанцию мощностью 1 мегаватт в час. Сейчас здесь строят малую гидроэлектростанцию. Она будет вырабатывать 2,5 мегаватт электроэнергии. В целом, до конца текущего года в Южном Казахстане планируют реализовать 4 проекта с еще большей мощностью. Также 5 запланировано на следующий год. Таким образом, в скором будущем область сможет полностью покрыть дефицит в электроэнергии. Эта солнечная электростанция запущена в прошлом году в рамках Международного инвестиционного форума по зеленой экономике. Занимает она 2 гектара. На этой территории установлено около 4000 панелей, которые улавливают солнечный свет и преобразуют его в электроэнергию. Вот здесь на компьютере видно, сколько выработанной энергии, сколько поступило в сети. Все показания записываю и в конце дня считаю, сколько полученной электроэнергии. Сегодня выработанная электроэнергия поступает в общую сеть и покрывает часть ее потерь. Часть потребляет городской водоканал, на территории которого и построена станция. Стоит такой проект около 1 миллиона долларов. Через 10 лет он полностью окупится. Солнечный генератор нам создает резервное питание. В случае отсутствия городского питания в дневное время мы гарантированно обеспечиваем питание за счет солнечной батареи. Нам на 5% ниже тарифом дает электроэнергия. За счет этого мы в год смогли создать свою прибыль на 3,5 миллиона. Эта же компания строит малую гидролитростанцию мощностью 2,5 мегаватта в Сайранском районе. Здесь уже проложили трубопровод и приступили к возведению здания станции. В ближайшее время из Китая завезут необходимое оборудование. Полностью завершить проект планируется осенью текущего года. Наш регион очень удобен для солнечных электростанций. У нас солнечная активность, если год 365 дней, то где-то 260 дней можно считать. А гидроэлектростанция, она тоже экологически чистая, энергия мы при этом получаем. Вода, проходя через турбину, не меняет ни своих физико-механических, органилиптических свойств, и обратно мы отдаем природу. В общей сложности в Южно-Казахстанской области до конца года планируется реализовать 4 проекта по возобновляемым источникам энергии. Мощностью 109,5 мегаватт. Еще 5 запланировано на следующий год. Таким образом, область сможет полностью покрыть дефицит в электроэнергии. А это порядка 280 мегаватт. Наталья Цунармаха Мусатов, Нурмаха Бекуратов, Южно-Казахстанская область. О другим темам. Тематические экскурсии, викторины и показ документальных фильмов, а также мастер-классы и флешмобы. В Астане планируют масштабно отметить Международный день музеев. Основная его цель – популяризация этих кладезей прошлого, настоящего и будущего. Сейчас их в стране около 230. Это только государственные. Еще есть ведомственные и частные. О своих планах работники сферы сегодня рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций. К примеру, Национальный музей страны планирует провести акцию «Ночь в музее». С 7 часов вечера и до раннего утра посещения и все экскурсии здесь будут абсолютно бесплатными. Отмечу, что меньше чем за год работы его уже посетили 160 тысяч человек. Более 10 тысяч из них – иностранцы. У многих представление такое, что музей – это полумрачный свет, люди приходят. И там одни и те же экспонаты. Сейчас новый тренд, знаете, это передвижные выставки, новые экспозиции, новых авторов со всего мира будем приглашать. И сейчас уже делается, и мы будем выезжать за границу. Мы должны помнить все то, что прошлое и настоящее, и будущее. Для этого музей существует – это генератор эмоций. Сейчас курс валют, установленный нацбанком нашей страны на сегодня. Американский доллар на прежнем уровне – 185 тенге 80 тинов, евро – 209 тенге 21 тин, рубль – 3,67 тин, британский фунт стерлингов стоит 290 тенге 87 тинов и курс китайского юаня – 29,93 тин. И на этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok